Ну вот снова я и моя рубрика «Во что поиграть на андроид?» Четыре игрушки, игра называется Crackin' Land, вторая — Mini Days, третья — Voletarium, что-то еще и последний — Planet Bash. Ну что ж, начнем? Crackin' Land — это своего рода аркада, в котором вы управляете, как я понимаю, каким-то осьминожком. Игра на русском языке и не требует доступа в интернет, кстати, все игры, которые выйдут сегодня в выпуске, не нужен интернет абсолютно. Так, у нас есть возможность посмотреть карты, по которым мы будем с вами перемещаться, также зайти на какой-то уровень, получить награды, ну и всякие дополнительные штуки. Ладно, давайте сразу перейдем к игре. Я первый уровень прошел, а теперь начнем со второго уровня. Вот мы управляем этим чувачком. Как мы управляем? Вот так мы с вами с помощью джусика двигаемся им. Для того, чтобы прыгнуть, просто с правой стороны нашего планшета телефона тапаем. Наша основная задача — это пройти каждый из уровней. Постепенно мы собираем монетки. Вот таким образом также можем разбивать различные коробки. Будут возникать препятствия. Вот такие вот колючие чуваки, которые у нас пытаться будут уничтожить. Достаточно симпатичная игрушка, ну, по крайней мере, я игры такие похожие встречал, но что мне понравилось, что она трехмерная. В основном такие двухмерки подаются. Вот, а эта трехмерная и достаточно такой прикольный геймплей. А, вот мы можем, кстати, вот таким вот образом вот этих чуваков взрывать. Или прыгать на им на голову и тем самым тоже уничтожая их таким же макаром. Вот, бегаем, прыгаем, собираем монетки, проходим и, короче, наслаждаемся данной игрушкой. В принципе, сказать больше о ней нечего. Ссылочка под видео, а мы идем дальше. Мини-дейс – это симулятор выживания, где мы с вами перемещаемся с этим персонажем. Давайте быстренько разберу вообще менюшки игры и все, что на экране показано. Имеется джойсик, также имеется у нас рюкзак, в котором мы собираем различные предметы, наш персонаж и его различные умения. Дальше имеется возможность собирать различные предметы, если мы подадим какую-то вещь или какому-то, допустим, автомобилю и захотим заглянуть, мы тапаем и находим. Если вещь, допустим, находится где-то на полу, мы просто подбираем вот этой кнопкой. Можем заходить в различные дома, собирать дополнительные всякие штуки полезные, рубашка, допустим. Как я понимаю, мы можем, наверное, ее одеть. Вот таким вот образом мы поменяли себе одежду. Также мы можем собирать еду, воду, оружие. Сами сражения, вы будете встречаться с различными чуваками, которые встанут вас на пути, вы сможете сражаться. Подбегая к нему, допустим, вы сможете бахать руками или, если вы возьмете какое-то оружие, стрелять автоматически. У нас имеются параметры голода, жизни, температуры маленькой, я не понял, в чем прикол. Вот мы можем, кстати, съесть голода. Если они у нас убавляются, то нужно обязательно что-то слопать или что-то выпить, или как-то вылечить. При сражении с другими вот этими чуваками у вас может пойти кровь. А если пойдет кровь, вам придется обязательно ее восстановить. Тут, кстати, имеется, где-то тут имеется обучаловка. Тут имеется статистика, кстати. Тут где-то имеется обучаловка. Это вроде, где-то я видел, не могу найти. И вот так мы с вами перемещаемся. Смысл в том, что, несмотря на то, что достаточно сюжета интересный, все равно графика может отпугнуть. Но мне кажется, истинным ценителем... О, смотрите, шлем я взял. Игра однозначно понравится. Даже я, не любитель... Вот, кстати, смотрите, атака. Так вот так вот. Такой вот он сам, то есть наносит ему удар. Даже я не играю в такие игры, да. Она мне показалась интересной. И, думаю, вам тоже покажется интересной. Подбегаем, хватаем. Короче, интересная игрушка. Да, вот. Ну, в принципе, все. Ссылочка под видео. А мы давайте перейдем к следующей игре. Так, третья игрушка называется Валериум. Валериум и что-то еще, что-то, еще что-то, какое-то название. Вы уже смотрите сами. Она представляет себя такой летающий, можно сказать, ранер. Ну, да, можно ранер с трехмерной графикой. И весьма необычный и интересно сделан. Сейчас вам объясню, почему. Ну, вначале мы можем выбрать... Ну, не то, чтобы посмотреть, какие есть вот эти летающие штуки. Или, как правильно, планеры. Но, скорее всего, планеры. Вот, которые мы сможем постепенно зарабатывать на хотя или зарабатывать эти какие-то части. Которые будут, мне кажется, на протяжении всей игры. Ну, я не знаю, я далеко не проходил, поэтому точно не знаю. У нашего вот этого планера, или как он называет, различные параметры. Давайте быстренько разберем менюшки игры. Так, вот с этой стороны, если мы тапаем на персонажа, мы можем выбрать, за кого мы играем. Я выбрал вот этого робота Ула. Дальше, что-то такое у нас, ну, всякая фига тень. Магазин, в котором можно провести за бабло, донат. Ну, тут объяснялка, в котором можно посмотреть. Так, самое интересное, это вот здесь вот. Так, мы можем улучшить некоторые параметры нашего корабля. Вот, вот они, допустим, нет, есть. Но тут все на английском языке, к сожалению. И многие слова просто будут непонятны. Но сделано все круто. Видите, сколько много различных параметров. Дальше мы можем... Так, 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 что-то еще. Ну, в принципе, в принципе, все. Давайте перейдем непосредственно к самой игре. И посмотрим, что она себя представляет. Так, нажимаем и полетели. Мы с вами будем... Каким образом летать? Сейчас мы взлетим. Воздух. Ну, давай, лети. Лети, чувак. Чего? Вот мы с вами планируем на планере. Двигатель у нас никакого нету. Но у нас периодически имеется ускорение вот с левой стороны, которое постепенно заканчивается. Вот. С правым джойстиком мы сможем с вами управлять... Ой-ой-ой, что-то я тут намудрю. С правым джойстиком сможем управлять туда, куда полетит наш этот планер. А с левой стороны мы сможем использовать ускорение, которое постепенно улетучивается. Еще к моменту. Чем больше мы с вами летим, чем быстрее разрушается наш этот планер. И для того, чтобы он у нас не погиб, не разрушился... Вот видите, у нас наполняется красным цветом скелет корабля этого планера. Надо собирать вот эти вот гаечные ключи, тогда мы сможем продолжать с вами полет. Также собираем монетки. И наша основная задача – это долететь до конца уровня. Прикольно сделано. Графический тоже симпатичный. Симпатичный. Вот, к сожалению, я... О, практически помер. Видите, одного крыла у меня нету. И, в принципе, я уже никуда не улечу. Прикольная оригинальная игрушка. По крайней мере, отличается от всего того шлака, который есть в Play и Google. Ну, давайте перейдем к последней игре. Ну, и последняя игра на сегодня называется Planet Bash. Как я понимаю, уничтожитель планеты. Экран на английском языке. Кстати, вы можете выставить качество графики. Хотя, тут спрайт влекает пиксельный. Спрайт вроде графики. Не знаю, на каком устройстве она будет тормозить. Непонятно. Так, что мы с вами делаем? Все очень просто. Давайте нажимаем Bash Now. У нас имеется какая-то маленькая планета. Или что это? Мы должны уничтожить эту планету. Или что мы можем сделать? Непонятно. Скорее всего, уничтожить. С левым джойстиком, с левой стороны, мы можем управить нашим чувачком. А правым окном, с правой стороны экрана планшета телефона, если мы тапаем, наш чувак начинает ломать эту планету. Вот. По пути, как вы видите, будут попадаться различные вот эти вот какие-то танчики сраные, которые пытаются нас остановить. Я так понимаю, мы должны все-таки цариться не в танчики, а в планету, чтобы ее уничтожить. Уничтожая мы собираем различные количества очков. А какой еще момент у нашей вот этой вот планеты, большой, голубой планеты маленькой, у ней имеется жизни, которая постепенно тратится. И вот наша основная задача сделать как можно больше уронов. Я не знаю, это как бы с прохождением или нет. Мне кажется, без прохождения просто набрать как можно большее количество очков. Ой, смотри-ка, мы можем быстро летать. Ух ты, нифига себе, планета, что-то, смотри, сопротивляется и начинает меня долбить. Я, кстати, еще до такого момента не доходил. Все, я погибаю. Вот. Несмотря на такую графику примитивную, достаточно интересный геймплей, но он может надоесть, в связи с тем, что мы долбим одну и ту же планету. И, как бы, мне кажется, скучновато, скучновато. Вот, смотрите, какие-то бонусы получают. Скучновато выходит. А задумка очень-очень интересная. Кстати, я только сейчас заметил, что это же такие вот штуки. Они растут, 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 растут. И бесконечное количество времени. Ну, в принципе, все. Подготовил для вас действительно интересные игрушки Android, в которые я буду сам играть. И которые, мне кажется, можно вам, короче, порекомендовать. Жанры, все четыре жанра были абсолютно разные. Ну, а в принципе, все. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. А с вами был Андрей Тайануидович. Всем пока.